Дима Билан тут присоединился, пока мы смотрели. Дим, ну и всех присутствующих, наверное, только ты знаешь, что чувствуют сейчас участники итальянской группы, держат фрустальный микрофон победителей уже. Но что-то я смотрю... Дим, а ты знаешь, о чем я подумал? Я подумал, что в этот Новый год, на самом деле я пересматривал несколько раз Новый год, в итальянском стиле... Да-да-да. Чао вентивенти. Какая-то, да, какая-то взаимосвязь есть, мне кажется. Причем Россия проголосовала за Италию. Да-да-да. И очень мощно, причем, проголосовала. По-моему, на втором месте, да, у нас в России и Италии. Это очень здорово, мне кажется, что вот эти коннекты, это общение, вот это невербальное, да, какие-то посылы, оно все равно имеет значение, вот это 100%. Да, Дим? Не, ну вообще, понятно, что Россия и Италия, невероятные связи сейчас такая, да? Ну, энергетика, характеры и все остальное. Все вместе, да. Тот случай, когда радуемся от чистого сердца, совершенно поздравляем Италию. Готовимся поехать на следующий год, еще непонятно, в какой итальянский город, а их там много, есть с чего выбрать. Может, Соренто, я не знаю, или куда-нибудь. Сан-Ремо мы решили. Сан-Ремо, в конце концов, конечно. Сан-Ремо, куда угодно. Я могу рассказать историю просто, как это было. Я неоднократно ездил на концерты победителей и в Британию, и был на BBC, и был на самых главных шоу, которые закончились в 2008 году, потому что случился кризис. И вот после этого кризиса ни одна страна не вернулась на те рельсы, на которых она стояла. И я помню, как я летал на частном самолете, на котором было написано «Евровидение 2008». Я посещал по три страны в день. И на самом деле, вот что я хочу сказать. Маниш, во-первых, Евровидение — это не цель и не средство, это всего лишь ресурс. И мы это знаем, мы это понимаем. Это ресурс для того, чтобы просто открыть в себе, возможно, какие-то новые интонации, которые мы как-то закрывали. Для артиста это очень важно. Но понятно, что ты выступала под флагом России, и я знаю, что это такое. Я знаю, что такое Владимир Вольфович Жириновский, кричащий о том, что «Не возвращайся без победы домой!» Я знаю, что такое господин Соловьев, который говорил о том, что «Я съем шляпу, если Билан победит!» Потом я, конечно, пел на его концерте, был такой закрытый концерт корпоративный, я сказал, «Ну как дела со шляпой?» спрашиваю. Вот сейчас и кажется такому количеству людей. Нормально, нет, это нормально. Я понимаю, я понимаю вот это негодование. Люди, сейчас какое-то время, знаете, когда мы все включились вдруг, в какой-то момент, и хотим понять, кто из нас лучше, кто сильнее. Мы меряемся, понимаете, сейчас у нас исторический момент. Надо объединяться в эту эпоху, когда, да, больше сложностей. Да, абсолютно точно. И разговоры о том, что мы вдруг кого-то топим, это всего лишь разговоры о том, что мы не до конца в себе уверены просто. Как, наверное, сплоченная какая-то команда в виде страны. Слушай, ну артист, на то и артист, чтобы нравиться так или иначе в итоге всем. Вот у нас Манижа есть. Дмитрий, перебью вас еще раз хочу сказать. Во-первых, первый канал. В чем исключительность вот вас? В том, что вы всегда открываете какие-то новые горизонты. Я помню премьеру на проекте «Голос», премьеру клипа с Натальей Вазьяновой. Мы не молчи. Мы говорили о том, что есть особенные дети. Дети с синдромом Дауна, дети с синдромом солнечным, да, скажем так. Вот, Манижа всю жизнь говорила, насколько я ее знаю. И знают многие абсолютно, правда, я не могу сказать, что это нишевая певица. Это певица абсолютно знаковая среди музыкантов. Вот. Теперь мейнстрим, все, Евровидение же это сразу в другой рамки. Я не подмазываюсь, мне это не надо, честно. Я, ну, как бы, живу-живу себе, ну, люблю музыку, мне больше не надо, правда. Вот. И поэтому здесь происходят какие-то новшества всегда, да. А новшества воспринимаются всегда в штыки. Но вы первые, вы во многом первые. Но теперь спасибо, Маниж, ты поняла, да, что вот это новый этап, новый этап твоей карьеры. Первые. Первые на первом, первая десятка, все нормально. Это продолжение просто, это не новый этап, это продолжение. Все как есть. Маниж, да, продолжение, главное, чтобы улыбка чаще была на твоем лице, тебе она очень идет. И поэтому попасть в десятку. Энергия дошла. Нет, ну, подождите, я считаю, что, подождите, я все-таки человек, который, можно сказать, так, небольшую ложку дегтя в бочку с модом. Я считаю, что любое место, кроме первого, это проигрыш. Это первое, да. В любом случае, в нашей ситуации, я все-таки рассчитываю... А как же вот это олимпийское правило? Главное не победа, а до укачастия. Нет, я так не считаю, ну, нет, я считаю просто, что мы, например, с Димой съездили в 2006 году, и мне тоже было очень обидно, потому что, не опираясь на мнение букмекеров, баллада «Невелла Тюго» пела вся Европа. По всем прогнозам он должен был выиграть, а выиграли лорди, да? Но все говорили, среди людей он первый, среди монстров он второй, он приехал... Он все равно второй. Да, но он был все равно второй, понимаете? Нет, ну это конкретные люди, да, так воспринимают. В 20 лет победила Италия, опять рок, то есть тенденции вернулись. То есть, что сделало Монет? Но Италия пела на итальянском языке, Яна, 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 не на английском. Ну, секундочку, ну, давайте говорить, итальянский язык, международный язык, с точки зрения музыки. Классический. Музыки, с точки зрения музыки. Сейчас мы так можно далеко уйти до языков, он, в который русский входит. Вот не только мы про конкурс сегодня говорим. Мы давно, ну вот смотрите, Билан за скобками, победитель. В клубе победителей от России остается один человек. Спасибо за ту победу. Но, но мы, мы давно обсуждали смысл песни. Ну, никогда ведь такого не было за 20 лет. Ну, Билан за скобками, за скобками. Мы всегда говорим, красивая песня, красивая платья, красивый номер. А от радости такого не было, и вот опять. Вся страна несколько месяцев говорит, обсуждает очень важное сообщение. Я не согласна вообще. Про русскую женщину. Я вообще не согласна с молодым человеком. Про русскую женщину, про то, с чем она сталкивается, какой она, какой она сильно является. Я с Яной и Димой прошла всю эту целину, потому что это был первый мой год, когда я приехала на Евровидение. И Дима Билан, никто его не знал. И потом он настолько тогда всех покорил, что у меня брали автограф на улице только за то, что я его соотечественная. Я клянусь, это правда. Это правда. И вот Дима, вы для меня знаете, что, Дим, важно то, что вы сейчас сказали? Вы не обратили внимания на слова «встала и пошла», а вы косвенно обратили внимание на те... Вот вы другими словами просто сказали, что борются, все борются, а никто не молится. Вот для меня тоже эти слова важны в ее песне, потому что нужно как бы объединяться, а не бороться. Исландия, да, любимчик Сергей? Да, да. Кто-то просто случайно опережает, поэтому кажется, что это как бы... Ну да, но они отличались, они вообще отличались от многих других. В этом-то фишка. Вот мне кажется, что когда по протопнут тропинкам, это уже неинтересно. Дим, как ты думаешь, кого будут повторять в следующем году? Мне кажется, настолько мир поляризировался, хотя и глобализм вообще шагает такими семимильными шагами, что, мне кажется, мы становимся чем-то одним целым все больше и больше, ну вот, с каждым днем. Но, как правильно сказал и Леонид, о том, что региональная музыка, музыка, которая абсолютно четко рисует национальность, либо страну, которая представляется, да, исполнитель, который представляет свою страну, вот, это все идентификация. Сейчас время, мне кажется, того, что каждая страна хочет показать свой характер, показать свои традиции, и это очень верно на самом деле. Время идентификации себя и, опять же, огромное количество стилей. За нация сумасшедшая, то есть стили, направления, огромное множество. Сейчас невозможно сказать, что эта музыка прозвучала, например, в стиле хаоса или там в стиле, там, я не знаю, хэт-канди или что-то еще. Кэнди, да? Все очень смешано и замешано настолько, что невозможно найти какой-то один путь. Поэтому давайте, мне кажется, все-таки доставить на том, что мы неподражаемые, каждый в своем, в своей личности, не подражаем, как отпечатки пальцев. Вот к этому все стремятся сейчас. Быть непохожими, быть со своим ДНК абсолютно. Искать свою мысль. Абсолютно точно. Правда. И точно не повторять никого. А как победитель Евровидения, подведи итог сегодняшнего части России, давай. Ну, во-первых, конечно, это, это, это вот сложно. Я не буду на себя брать такую ответственность, правда, потому что, ну, окей, да, я старался, я многое прошел, много чего знаю, вот. Но самое главное, это остается прежде всего, правда, ресурсом, на самом деле, для артистов. И те крутые, замечательные, потрясающие каналы, руководители каналов, кто представляет, кто дает эту возможность. Манижа – это действительно явление, правда, за очень долгое время. Можно сказать, за все время, потому что так смело никто не высказывался давно. И никто так смело не нес вот свое знамя, как это делала Манижа. И это абсолютно искренне, я говорю честно. Вы потрясающе молодцы, что рискуете, потрясающе молодцы, что находите эту возможность быть непохожими, а это риск всегда. И это правда, ну, победа в десятке, быть на русском языке, правда, это... Слова единственного победителя Евровидения от России на сегодняшний день, Димы Билана. Ну, что...